К 1 декабря обещали закончить капитальный ремонт всех подъездов производителей работ в многоквартирном доме номер 113 Г на улице Севастопольской. Сегодня уже 8 декабря, но конца и края работам даже не видно. Невозможные условия проживания уже более полутора месяцев. У нас вот эти вот провода по всему дому, плюс, как говорится, дети ходят, пачкаются, недоделаны, плохо выкрашено все, потому что краска липнет, и я не знаю, что тут происходит. Информационная таблица у подъезда содержит телефоны и заказчика, и производителя работ. Неоднократно прозванивала производителю работ Виталию Владимировичу в Ростов, посылала ему фотографии. Отговорка у него такая, что нет рабочих, нет финансирования, не могут они ничего делать. У ребят, которые здесь занимаются, вот тут в нашем подъезде работает один человек, один. Значит, говорит, я не выхожу на работу по той причине, что мне не оплачивают, естественно. И что может сделать он один, один в этом подъезде. Надо заметить, во время съемки сюжета, а это был разгар рабочего дня, никакие работы в подъезде не велись вообще. Жители пытались добиться хоть какой-то определенности у заказчика работ некоммерческой организации Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту. Вот эта сама некоммерческая организация, в течение часа я пыталась позвонить по указанному телефону, на час у меня хватило терпения, больше нет. Мы платим взносы туда, платим исправно, задолженности нет. Ну почему мы должны страдать вот так? У нас здесь много пенсионеров, вот в девятой квартире асматик живет, ну невозможно дышать, вот этот вот цемент, как они разбили вот эту плитку, пылища такая, все идет в квартиру. По словам Ольги Смачиной, теперь производитель работ в телефонном разговоре, обещает закончить ремонт подъездов к Новому году. Он говорит, а у меня 60 домов, я ничего не успеваю. Это ж не разговор, для чего такой компании дают участвовать в тендере. Я вообще не знаю, как в области дают тендеры вот эти, у них нету постоянных рабочих. Вот они с улицы взяли, он приехал, понамазал, другой приходит, за ними справляет. Вот в пятом подъезде, если пройдемте, вот там такая фигня. Интересно, что жители первого подъезда три года назад уже делали ремонт за счет собственных средств. Мы сами вот нанимали там, людей находили, мы сделали буквально за три недели, чуть больше двух недель сделали. А сейчас, ну беспредел какой-то, ну что это такое, издевательство просто над любви. Как уточнил старший по дому Андрей Матяшов, тендер выиграла компания «Спарта», телефон генерального директора которой невозможно найти. Они где-то недели через две повесили баннер. Генеральный директор, ни телефона, ничего. Почему нету, мы потом напишем. И так они не написали. Дозвониться я ему не могу, потому что я нашел интернет, в интернете номер, он не работает. Вот, у них прошу, никто телефона не дает. Вдобавок ко всем неприятностям, из-за затянувшегося ремонта в доме не производится обязательная сейчас санитарная обработка подъездов. Я им говорю, зачем вы разбиваете все подъезды? Один сделайте, переходите, а второй. У нас масштаб большой, мы будем делать вот так, ну вот они сделали так. Действительно, на многих участках отделка стен выполнена неровно, а кое-где штукатурка уже обвалилась. Также собственников беспокоит конкретный объем запланированных работ, сведения о котором они ни у кого не могут получить. Когда они пришли, я говорю, дайте, пожалуйста, проект и смету. Вот они выбрали, как бы, меню, то, что они могут делать. Смету написали 1,6 млн. А стоимость, допустим, сколько вы стоите побелка, что будете делать, допустим, грунтовка столько-то, побелка столько-то, квадратура такая-то, ну там вообще. Теперь вот дом ремонтировали, сделали двери, все, а у вас, говорит, денег не хватает на двери. А сумма та же самая, губернатор выделил. Вот этим делом, я не знаю, должны органы заняться, наверное, на какую сумму они должны делать. Между тем, фонд капитального ремонта заключил с победителями электронных аукционов соглашение, по которым перед началом работ в подъездах подрядчик должен разработать локальные сметные расчеты по каждому многоквартирному дому. Прокомментировать ситуацию мы предложили заместителю начальника управления ЖКХ Андрею Иванову. Мы связались с подрядной организацией, передали им все замечания жителей. Со слов подрядного, руководителя подрядной организации, он примет меры к своим рабочим, чтобы они в предыдущем допускали подобные ситуации. И обещал, что в течение полутора недели в неделю он закончит все виды работы. И после того, как он закончит эти работы, то мы, естественно, в администрацию выйдем, проверим, посмотрим и примем уже соответствующее решение принимать эту работу или понять. Если верить сказанному, то в течение следующих полутора недель работа в доме будет буквально кипеть, а в каждом подъезде начнут трудиться не случайные люди, а квалифицированные специалисты. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо.